украинский сало национальная валюта михайло поплавский посмотрите какая красивая наша страна 54,8 градуса первая абрикоса в этом году в общем с этого места есть две дороги как ставить палатку в общественных местах так Коля Коля под баянчик под баянчик чуть-чуть ну давай ну Коля ты умолчишь доброе утро сегодня ночевал у своего подписчика у его в деревне там ну классный домик и природа классная ну а сейчас на трассу и в Одессу поехали я на прямой трассе прямо в Одессу Киев Одесса трасса журавель ходит прямо вот здесь рядышком вот это озеро всегда проезжал с той стороны не видел здесь такая красота есть супер тут даже поставить на ночевку можно палатку и дорога сюда заезжать нужно айст прилетел сюда вареники поплавского памятник украинскому салу украинске сало национальная валюта михайло поплавский проехал уже 40 километров и впереди я вижу написано Кировоградская область проехал первые 50 километров нужно сделать пит-стоп сейчас смажу цепь потому что вчера был дождь и видно вымало там всю смазку шелестеть начало поэтому надо смазать ну и переодеться потому что жарко будет ехать хорошо мне нравится по трассе скорость хорошая ветра пока нету замечательно а вот и абрикосы они еще правда зеленые зарядка зарядка а и Многие заправки закрыты вообще. Но на некоторых заправках есть и газ, и дизель, и бензин. Только что проехал Южный Бух, но еще рано купаться. Ну и в принципе пока не совсем жарко, лучше больше проехать. А потом найти место где-то в обед, когда будет жара. На речке зависнуть немного. Посмотрите какая красивая наша страна. Пшеница уже поспела, ее уже собирать пора. Будет новый урожай. Иду есть шалковицу. Видно, что я покушал. Очень вкусная и сочная. Обедаем на заправке. У меня есть сегодня картошка и колбаса, помидоры. Сейчас пообедаю и поеду дальше. До обеда проехал 102 километра. Кстати, велосипед стоял на солнце 54,8 градуса. Это температура на солнце. Представляете, какая жара? Одно радует, что после обеда появляются тучки. И они хоть на время будут прикрывать жарящее солнце. Поднимаюсь медленно в гору. Очень жарко. Ветра практически нет. Потому что в яме. А вообще ветер есть. Только наверху. Сейчас спуск. Но потом опять подъем. Когда спуск не жарко. Одесская область. Партизанская слава. А вот и тенек от тучки. О, там есть озеро. Наконец-то я доехал до Спелых Абрикус. Первая Абрикоса в этом году. Тут все дальнобойщики обедают. Я тоже заехал на эту заправку еды. Купил колу. И палочки срели. Вот она, манюсенькая речка. А с той стороны там маленькое вырытое озерце есть. Река Телегул. Вон там пацаны купаться пришли. Истюлька, как водичка? Водка. Такая свежая ледяная. Вот такая. Освежает. Здесь течет вода вот отсюда. Вот так вот. Вокруг обтекает и туда вытекает. А здесь бассейн. Для гушатника. Бассейн. Отмелело. В прошлый раз было почти по этой борта. А тут было глубоко. А с этой горы дети прыгали сюда. Купались. Ехал к реке. Написано на карте журавка. А ее тут нету. Высохла совсем. Гора за горой. Только на одну поднялся. А следом еще одна. Уже 160 километров проехал. Намочил банданом, холодной водой и голову тоже. Думаю, доеду до ближайшей речки. Вот и 170 километров. Похоже на сегодня последний спуск. Доехал до реки. Великий куяльник. А она высохшая. Реально. Вот маленькая лужа. Вот и все. В общем, с этого места есть две дороги. Одна главная идет. А вторая туда идет. Вот она под мостом проходит и идет туда. Я по ней еще ни разу не ездил. По главной ездил. А по той не ездил. И вот у меня появилась идея проехаться по ней. Заодно посмотрю. Ну, там может быть асфальт, конечно, не такой хороший, как здесь. Но там много населенных пунктов. Будет, может, интересней. Речка там, видите, никакая. Но, может, где-нибудь найду все-таки. Хотя бы воз экрана остановиться где-то. Где вода течет. Палатку поставить. Все, съезжаю. Под мост и другая трасса будет у меня. Совсем без машин. Вот такая второстепенная дорога. Дерево с персиками. Мммм. Девочки. Жалко за забором. Спутник вот. Вот так он лучше. Да-да-да-да. Вот сейчас покажу. Так. Это что у нас? Вот точка. Это мы находимся здесь. Угу. Я поняла. Сейчас. Наш папа самолучший. Самолучший папа? Да. Прошла умеет в этих штучках разбираться. Я люблю Петровиревка. В общем, нашел, где дети купаются. Вот они все. В общем, скупался с детьми. Они там скаловутили всю воду. Хотя тут вода родниковая. Тут нету притока никакой речки. Здесь просто выкопали яму и там родник. И, ну, набралась вода. И она все время как бы обновляется. Что-то испаряется, что-то новое с родника поступает. Вода классная. Но только они там ее так скаловутили. Так что с утра она, наверное, будет хорошая. Но сейчас там просто миксер. Все бурлит. Девять вечера. Все дети разошлись. Поэтому здесь пусто. Там, где сумка, я поставлю палатку. А вот это, видите, куча. Это я собрал мусор после детей. И в одном месте просто. Дети! Соблюдайте чистоту! Ну, так нельзя. Ну, неужели трудно с собой забрать то, что вы принесли? Это же будет порядок. Тут чисто, красиво. Сейчас я убрал. Действительно, тут чисто, красиво. И пусть и меня тут останется тоже чисто, красиво. А вот там останется куча мусора. Как ставить палатку в общественных местах? Когда заходит солнце, вон оно заходит. А вон еще выглядывает. Я ставлю палатку. Спросите, почему тут очки? Чтобы не потерять. Потому что лучше пусть на лбу будут, чем потом искать их. А кидали их фактически в голову. Вот сюда получается. Это настоящий Диснейленд развлечений. Зацените размер абрикосов. Вот такой тут огромный мотоцикл стоит. БМВ не просто так. А вот сцепление я вижу. А я уже в Одессе. А я уже в Одессе. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»